Привет! Сегодня мы расскажем о порядке прохождения призывной комиссии. Прохождение призывной комиссии – довольно большой страсть для молодого человека. От финального решения зависит будущее на ближайший год. Поэтому стоит ответственно подходить к процессу. В этом видео мы расскажем о том, как правильно подготовиться к медицинскому освидетельствованию в военкомате, какие этапы тебе предстоит пройти и на что стоит обратить особое внимание. Выявить у себя непризывное заболевание. Этот этап предполагает интенсивное посещение медицинских организаций. Заболевания призывника должны соответствовать расписанию болезней. Поиск заболевания может занять продолжительное время. Существует экстенсивный и интенсивный подход к этому процессу. Экстенсивный подход нужен для тех, кто считает себя полностью здоровым и никогда не обращался в медицинские организации. Для его осуществления необходимо провести полное обследование всех систем организма и при выявлении заболевания или его признаков обратиться к профильному врачу для вынесения диагноза. Если расписание болезни содержит требования по лечению заболевания, необходимо обратиться за получением медицинской помощи. Например, освободиться от призыва с заболеванием гастрит или гастродиодонит можно только при безуспешном лечении в стационарных условиях. Интенсивный способ занимает меньше времени, но требует больше знаний. Для его осуществления необходимо проанализировать имеющуюся медицинскую документацию, например, амбулаторные карты и имеющиеся жалобы на состояние здоровья. При выявлении заболевания обращаемся в медицинскую организацию для получения диагноза и при необходимости оказания медицинской помощи. Обследоваться можно в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения за счет средств ОМС или в частных медицинских организациях за свой счет. Обследование за счет средств ОМС не требует дополнительных расходов, однако занимает больше времени. Для прохождения обследования в рамках ОМС необходимо направление врача, поэтому сначала нужно посетить профильного специалиста и указать ему на возможное наличие у вас заболевания. Обследование в частных медицинских организациях и обследование не по программе ОМС проходит гораздо быстрее и, как правило, на более совершенном оборудовании и не требует направления врача, однако потребует вложения личных денежных средств. Результат обследования не является диагнозом, а его крайне желательно получить для подтверждения непризывного заболевания. Например, повышенное давление не всегда указывает на наличие непризывной гипертонической болезни, поэтому желательно, чтобы в медицинских документах был диагноз, поэтому после обследования рекомендуется посетить профильного врача и получить диагноз. Сбор документов, подтверждающих непризывное заболевание. Как уже отмечалось ранее, военный комиссариат чаще всего не запрашивает медицинские документы, поэтому желательно получить их самостоятельно. Далеко не все документы можно получить в оригинале. Например, амбулаторная карта представляется в виде заверенной копии или выписки. Для официального запроса необходимо составить заявление, требование к которому указано в приказе Минздрава России от 31.07.2020 года, номер 789-Н. Для подготовки документов медицинской организации может потребоваться время, поэтому запросить документы следует заранее. Подготовка пакета документов для военного комиссариата. С полученных документов необходимо снять копии, поскольку оригиналы медицинских документов не следует отдавать на хранение военный комиссариат. Если вы предоставляете документы военкомат в некоторых случаях, желательно иметь доказательство этого, поэтому следует составить сопроводительное письмо в двух экземплярах, содержащее наименование всех передаваемых документов. Один экземпляр письма передается вместе с документами в военный комиссариат. На втором должностное лицо, принявшее документы, ставит отметку о принятии. Все подготовленные документы, оригиналы, копии, сопроводительное письмо следует переместить в отдельную папку. Посещение военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования. Необходимо явиться в дату и время, указанной в повестке, и пройти освидетельствование у минимум семи врачей-специалистов. Предъявлять жалобы и медицинские документы необходимы врачу по профилю выявленного заболевания. Все ваши жалобы и ваши заболевания должны быть зафиксированы врачом-специалистом в листе медицинского освидетельствования. Вероятнее всего, врач направит вас на обследование для проверки вашего заболевания. В этом случае вы получите на руки направление и два бланка медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина. Врачи-специалисты далеко не всегда учитывают заболевания, даже подтвержденные медицинскими документами. Таких врачей необходимо убедить в том, что вы знаете свои права и свое заболевание. Если врачи не желают приобщить документы к личному делу призывника, необходимо предоставить их в военный комиссариат при помощи сопроводительного письма. О действиях врача-специалиста, который нарушает права призывника, необходимо сообщить врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию призывников, военному комиссару и призывной комиссии. Прохождение обследования Обследование будет проходить в медицинской организации Государственной и муниципальной системы здравоохранения, которые включены в перечень высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. В результате обследования вам выдадут на руки медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина, заполненное врачом, проводящим обследование. В указанном заключении необходимо проверить диагноз, который должен соответствовать требованиям, указанным в расписании болезней и МКБ-10. Предоставление результатов обследования в военный комиссариат. Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина предоставляется в оригинале, поэтому с него необходимо снять копию. Если результат обследования соответствует расписанию болезней, врач определит в отношении вас категорию годности В. Для успешного прохождения призывной комиссии необходимо хорошо понимать свое состояние здоровья, знать свои права и, что важнее, уметь их отстаивать. Вы можете справиться со всеми сами, а если не уверены или хотите подстраховаться, наши специалисты всегда вам помогут.